Всем привет, с вами Шушаник, автор блога usadvise.ru, все про США. Я решила сделать серию видео о необычных вещах в Америке, о непривычных вещах, которые для новых эмигрантов могут быть непривычными. Скажу сразу, мне было очень тяжело продумать все это, потому что когда уже долгое время живешь, это все замыливается, ты как бы уже не обращаешь внимания на что привычно, что непривычно, и тяжело вспомнить вещи, которые были тебе непривычны, когда ты только приехал, но тем не менее я кое-что вспомнила, и я решила сделать несколько видео на такие темы в разных категориях. И сегодня я поговорю про непривычные вещи бытовые для тех, кто приехал в Америку, ну как минимум из стран СНГ, может быть из Европы тоже кое-какие вещи совпадут, или может все совпадут, посмотрим. Итак, первая непривычная вещь для меня была, это прачечные. Я знала, конечно, по фильмам, ну и теоретически, и как бы видела в кино, что в Америке стирают в прачечных, ландроматы, как они здесь называются, куда ты приносишь белье, стираешь, потом сушишь в сушилке, и все это время ждешь, пока оно там постирается, посушится. Но приехав, как бы и столкнувшись с этим лично, очень непривычно, что в наших странах у большинства людей есть дома стиральные машины, несмотря на то, что квартиры маленькие у многих, и места как бы не особо много, но тем не менее они есть. Но в наших странах стиральные машины обычно очень маленькие, в них нет сушки, а если есть, то эта сушка очень плохо сушит, потому что это два в одном, ну стиральная машина и сушка в одном. В Америке вообще стиральные машины, они огромные, ну по сравнению с европейскими, да, со странами СНГ. Наверное, потому что, если мы говорим вообще об Америке вообще, то дома у людей относительно большие, там есть отдельная комнатка лондри, да, для стирки, и в ней отдельно стоит, ну и машинка отдельная, сушка отдельная. Ну а у тех, у кого нет места дома, или кто снимает квартиру, где нету стиральной машины, то они стирают в ландроматах. И я когда приехала, мы снимали квартиру, где не было стиралки и сушилки, и мы ездили в ландромат, стирают, в общем, это было очень непривычно. И ты тратишь очень много времени, ты там, ну грубо говоря, ты два-три часа в неделю или в две недели, я не знаю, как кто часто стирает, тратишь вот на это все, ты сидишь там в машине, ждешь, пока оно постирается, ну в общем, бред. В конечном итоге я нашла какой-то ландромат, у которых был сервис, они приезжали домой, забирали твое белье, стирали, привозили, ну то есть это хоть уже был какой-то смысл. Ну не надо было тратить это время впустую, грубо говоря. Ну а потом, когда мы приехали в Калифорнию, у нас уже, слава богу, в квартире была стиралка и сушилка, ну а когда мы купили уже дом, так мы тоже тут было место, слава богу, уже мы установили. Ну в общем, это такая непривычная вещь. И, кстати, эти ландроматы платные, естественно, нужно платить, там монетки бросать. Но тем, кто собирается в Америку, нужно как бы учитывать, что вот есть такая штука. Еще один необычный пункт – это душ. Мы все привыкли к душам, которые как бы со шлангом, да, ну как они называются, гибкий душ, или в общем, я не знаю точно, как они называются, но они со шлангом. А в Америке стандартный душ – это как бы голова душа, торчащая из стены. И это очень непривычно, неудобно. И, конечно, это не проблема поменять. То есть там, ну это буквально там открутить этот душ из стены и прикрутить душ со шлангом. Души со шлангом продаются везде, ну то есть это не проблема купить. Но по стандарту, то есть там, например, в отелях, в квартирах везде, там, которые сдают и так далее, будут вот эти как бы души, торчащие из стен, что как бы, ну, тоже непривычно. Следующий пункт – это размеры машин. Про это уже, наверное, много сказано. Много кто видел, наверное, кто смотрит видеоблогеров, где они снимают, как они едут. Очень много больших машин в Америке. По сравнению с Европой, где все машинки маленькие, в Америке обычно все машины огромные. Да, в местах, где много иммигрантов, ну типа вот как Кремниевая долина, да, там Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Там будет, во-первых, потому что там огромное движение, много машин, сложности с парковкой, если это большой город. Там будет достаточное количество небольших машин. Но как бы вообще в Америке, в большей части страны все ездят на огромных машинах. И здесь, ну там, Honda Civic считается маленькой машиной. Моя Honda Fit, раньше, которая у меня была, вообще здесь считается супер-супер маленькой эконом. Тогда, как я помню, мы поехали в Испанию на Майорку, и мы там снимали машину, и они нам типа сделали там апгрейд, дали не самую маленькую, а там третью по величине, да, там маленькая, потом чуть побольше, и вот эту еще побольше, и она была размером с мою Honda Fit. То есть там это считается не совсем маленькой, даже не чуть побольше, а там, ну, наверное, среднего размера, я не знаю. Четвертый пункт, опять же, связан с машинами, о нем я очень много говорила во многих видео, о том, что в Америке без машины невозможно ничего делать, невозможно жить. Исключение составляют города типа там Нью-Йорк-Сити, Чикаго, ну, можно на пальцах пересчитать эти города, где, в принципе, развит общественный транспорт, и можно добраться куда-то без машины, но и часто люди, живущие в этих городах, не имеют даже машины, потому что ее там дорого хранить, нужно где-то ее парковать и так далее, нужно платить за парковку. Но если мы говорим вообще об Америке, а большая часть, там, 95%, если не больше, территории, то без машины жить невозможно, то есть буквально невозможно выйти из дома, ребенка невозможно на площадку отвезти, купить продукты невозможно, и очень многие, кто приезжают и не ожидают, а это действительно, это сложно представить, потому что, ну, я когда планировала приезжать, там смотрела, где мы будем жить, на Google Maps смотрела, вроде как, ну, мне тоже муж говорил, что тут невозможно без машины, я тебя буду возить там на трейнстейшн, потому что ты не сможешь, но я смотрела там по Google Maps, ну, вроде как, вроде есть же автобусы, там они ездят, правда, раз в час, но они там существуют, вроде есть там то-се, но ты когда приезжаешь, ты видишь, что это действительно нереально, то есть эти автобусы есть, но они ездят очень какими-то, ну, в общем, чтобы доехать из точки А в точку Б, если ты на машине доедешь за 15 минут на автобусе, это может занять там полтора часа, грубо говоря, поэтому вот еще один пункт, опять я на нем делаю акцент, потому что, ну, я знаю, сколько бы ни говорили, все равно люди не представляют, насколько это невозможно жить без машины в Америке в большинстве мест. И еще один пункт бытовой, непривычный, и может о том, о котором не все знают, это то, что в Америке есть credit history и credit check, то есть кредитная история и проверка кредитного, ну, это и всей кредитной истории. Да, кредитная история есть и в других странах, но там своя специфика, в Америке своя специфика. В Америке есть кредитный этот рейтинг, который должен быть хорошим, высоким, чтобы тебе давали хорошие условия или вообще что-то давали в кредит. Есть кредитный рейтинг, за которым надо следить и который проверяют каждый раз, когда ты что-то там хочешь сделать, снять квартиру, взять что-то в кредит. Иногда даже работодатели проверяют, прежде чем взять на работу, о таком я тоже слышала. Так что вот этот вот момент тоже может быть непривычным и нужно тоже быть к нему готовым, что да, вначале, конечно, ни у кого нет кредитной истории у тех, кто только приехал, но нужно ее начать строить, нужно поднимать свой кредитный этот скор, балл, потому что без этого в Америке будет тяжело. это не значит, что невозможно делать ничего на наличные деньги. Ради бога, если у вас куча денег, если вы приехали там с миллионами долларов в чемодане или на банковском счету, то ради бога, вы можете покупать дома, покупать машины, на наличные, никто ничего у вас не будет проверять, никаких кредитных рейтингов, но я думаю, большинство людей, которые приезжают, они все-таки как-то, ну, не имеют столько налички, чтобы покупать все на наличку. Поэтому этот пункт тоже очень важен. Ну что ж, на этом все. Я сделаю еще несколько видео о необычных вещах на другие темы, в других, как бы, категориях. Для тех, кто уже в Америке, пишите в комментариях, что вам было непривычно из бытовых вещей, а для тех, кто собирается, если вам это видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Шушаника, автор блога usadvise.ru, все про США. Всем спасибо, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова